Продолжение следует... Из 435 поступивших обращений рассмотрено 339 обращений. По 88 обращений продолжается работа. С нарушением срока обращения рассмотрения обращений не имеется. На дополнительном контроле на сегодняшний день у нас находится 132 письменных обращений. Претензии к кому-то есть? Пока нет. Мы там соблюдаем этот неофициальный порядок ускоренных ответов на те обращения, которые такого требуют. Ясно. Хорошо, присаживайтесь. Ну, один вопрос, наверное, обращенцы аномалии, якобы не все ветераны или летящие в войне получили подарки. Это обращение надо найти, поверить. Но я думаю, что речь идет о тружениках пыла, о труженике пыла, которого считают родные ветераны войны. А у них комплект поздравительный и разный. Поэтому уточните, дайте ответ. Если действительно ветераны войны, в чем мы сомневались, то тогда, конечно, надо поправлять ситуацию. Еще что-то не было? Вы просите, нет, но на то, что обсуждают выход из самоизоляции и новый непорядок выход от новых мест. Будем обсуждать, сейчас мы с первого этого. Понятно. Владимир Дмитриевич, пожалуйста. За прошедшую неделю у нас было устранено воронзом истяк речи вовсобжении перед. Значит, самая сложная ситуация была, опять же, в сфере вовсобжение из пяти аварийных ситуаций, которые произошли в сфере, произошли на участке в районе 150 миров, на улице Пенинская. От улица Ашин-Уфит, затрудиться отручей. Значит, сегодня после обеда выезжаем на место с писательного доконава, подняемся с дефектами. И будем делать сверху документацию, потому что цены у программы нет. Изъемы, я думаю, в коллективном участке будет принимать решение. По городу Трести было два отключения централизованных. Было два порыва из-за метра, которая усилилась в середине недели прошедшей. Все они были устранены вовремя. По ремонту дорог. Напомню, что в Пенинской и Гражданской мы работу завершили. По ямочному ремонту делали участок улицы Правда после центральной части города до отконка обвоза. В настоящее время работали в главном состоянии Вичкалу по ремонту проезжей части дороги. По улице Тухачевского в выходные дни провели работу про фрезерование проезжей части. Сейчас подготовка будет к укладке асфальтного покрытия. Работа делается в СУП-5. По улице Республики, к сожалению, первый аукцион у нас не состоялся. Подбор подрядчика. Сейчас объявляем второй. Потенциальный участок есть. Далее. Комфортная городская стрелька. Ульца Зранская, 98-я, дворовая территория. Демонтаж балдерного правня провели на дворовой территории. Завезли в Багдюр. Сегодня приступает к его монтажу. По улице Осипенко. Работы пока не начинались. Сегодня техноклассник, заказчик, фокус выезжает на место с подрядной организацией. По началу работы. Закупка оборудования будет объявлена на этой неделе. На улице Осипенко также. Акемия, короткая. Работа оборудования детская. Это спортсмены, большие тренажеры, которые на дизайн-проект предусмотрены. Напомню, информация была, что провели рейтинговые голосования по открытию общественных территорий на 2021 год. Победил у нас полг воинской славы. Итого у нас на 2021 год предстоит ремонтировать в рамках целевой программы два объекта. Рабочий 236-я, новая территория Желого Углова, полг воинской славы. Назначение бюджетное на проектирование у нас имеется по обоим объектам. Коммерческие предложения тоже имеются. Бюджетное на проектирование подрядчика. Ближайшие минуты. И пришло уведомление. Управление ЖКК о выделении 1 миллиона рублей на условиях с их финансированием 50 на 50. Но продолжение работ по модернизации общественного освещения. Объемы у нас от отделены. Материалы от отделены. Значит, будем выявлять архитекты. У меня все. Ясно. Значит, по дороге, по гражданской, наверное, не все еще. Там валы остались. Нет? Да. С них все. Вообще с приемки работы. Чтобы они закончили. Потом у нас эти самые гарантии какие-то расстались работы по дорогам еще. Да, расстались. У нас еще. Там, наверное, есть что поделать, да? Претензии всем направлены. У нас еще будет ДПМК о полном из своих обедах. Другой участок произошло нарушение. И еще есть небольшие. Работа будет сделана вся. Понятно. Так. И, значит, на водороде они выходят 18-го, да? 18-го мая начали работать по контракту. Спасибо. Хорошо, подписаю. Так, Алексей. За прошедшую неделю один раз по у хозяйству было выдано два подписания по благоустройству, два подписания на угодку мусора с улицами Самойска, два подписания на становление места производства земельных работ, два подписания на владельцам частных договорений на проведение порядка, проезжающей территория по улице Рабочей. По ранее выдано подписаниям вывезены кучи мусора, веток с перекрестка улицы Чкалова-Помеды, с улицы Строителей, с улицы Кирова, улицы Калинина, на участке от улицы Московской до улицы Матро. Также выполнены работы по благоустройству и проведении земельных работ. Мут водоканал по двум адресам, водоканал по двум адресам строителей АЗН, по двум адресам 56А, и водоканал по теплой сети по улице Кирова-Помеды, 51А. И все. Ясно. Значит, город, на мой взгляд, достаточно прилично выглядел. 9 мая был подготовлен не только усилиями предприятий, организаций специализированных, но и вкладкой управляющих компаний и населения. Это правильно, потому что нам надо этот порядок поддерживать. Значит, нужно сообща выявлять такие места, в которых, ну, проплешины такие, какие-то неприятности какие-то есть. Ну, вот конкретно привожу, к примеру, в Породищево кусочек между Красноармейской и Свердлова. Там жильцы и управляйка около домов прибрались, а вот русская идет там вот такая полоска типа газона. Она никем не убирается, значит, ну, правда, это там, видимо, они их территории же не заходят туда. Работа там немного, там полчаса делок, но она вот в силу заплеванности вот этого куска, вся эта картина смазывается. Надо посмотреть, может быть, там Анатолий Сергеевич, привлечь, там выкосить вот этот бурьян, выбрать мусор и улица в целом получит достойный вид. Этим надо заниматься. Такие места выявлять и убираться. Ну, и где-то уже начинать подкашивать, например, тот же сверх пограничник, там уже буйным цветом прерзили, и не вся эта зелень, она необходима. Тем более, там, 29 мая пограничники, день пограничников, там, 28-го, или меня есть, да, ребята там очередной вклад сделали, так сказать, в плане благоустройства, там, если видели, появились новые там объекты, да, поэтому надо, конечно, не помогать. Садись, пожалуйста. Значит, город должен оставаться чистым, у нас сколько-то, куда-то, где-то, 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 где-то. А, ты здесь, у тебя есть объекты? Понятно. Правильно. В прошедшую неделю был заключен договор безвозмездного пользования с казенным учреждением ПСИН России в отношении 76 объектов, замещенных по улице машиностроителей ДУН-3 в цепи последующей передачи муниципальную собственность. Также состоялось заседание комиссионной комиссии в НОР-сервис пока неполным составом было обозначено ряд проблем, отдельно, в следующем случае нужно будет обсудить, исходя из этого уже окончательный вариант. Ну, после планета давай заходить, кто еще нужен, давайте обсуждаем, что долгие ящики. В моем случае, значит, надо план написать со стопой и со всеми делами. С этой целью, да, нужно определиться. И большое количество стало поступать заявлений по предоставлению рассрочек и по оплате реакции до 1 октября текущего года. Это основание езды? Нет, есть перечень отраслей, попавших в этот репорт. И мы должны руководствоваться. Значит, этот перечень есть, он есть в экономике, его надо вам тоже изучить и искалить. Из этого, и я так радуюсь, значит, надо тогда подготовить документы и примем, значит, на местном уровне соответствующее решение, чтобы с каждым конкретным случаем не волноваться, а люди знали, что вот здесь есть, здесь нет. Так, у нас с этим, с старым приводом заключено, что-то подписано. Соглашение подготовлено, у юристов вопрос и у ЖКХ. Тоже надо отдельно. Ну, давайте тоже до обедания, тот ящик не откладывайте, инициируйтесь, собираюсь, потому что надо запускать. Состоятельно. Понятно. И там Шигаева, про технику вы занимаетесь, да? Встроение приема 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 приема. Мы постановили подготовлено, письма готовы, завтра я привезу. Фактический прием. Фактический прием, кто будет осуществлять? Это тащить технику. Канал сказал, с вами силами, мы тоже с вами силами. Проконтролируйте все это хозяйство. Потом, значит, с студентом двинаться с техникой, с этим мы документально отработали всю историю, нет? Через час. Таковое ответственное хранение заключено. Пока еще нет сопряжения, готовите постановление. Не прозевайте, чтобы все это юридически чисто прошло, значит, это как-то. Постановление будет на все районы, в том числе и правительственные контроли возьмут. Так, ну все понятно, присаживайтесь. Так, у архитектуры. За учетный период у нас подготовлено один документ по присвоению адреса, и изданно постановление оборудования на высоте астону и сейчас по настоящее время продолжена работа по вынесению отресов зенитных участков. У нас осталось пять процентов, которые мы не могли вырвить. Сейчас мы еще раз это все инвентаризируем и уже проект постановления направлен на согласование. Значит, по результатам посмотрения опоректированного дизайн-проекта контактного благоустройства Цибилинского уже третий раз в пятницу устно, по телефону все замечания были обговорены. Много замечаний? Замечания просто чисто технические. Значит, то есть, они быстро исправляли. Они быстро исправляли. Нам на этой неделе надо все получать. Да, потому что сегодня мы официально только на правилах. То есть, те замечания, которые были осмочены, их, к сожалению, официально не... Значит, Леонид Ильич, давайте мы на этой неделе где-то там в четверг-пятницу соберемся в какие-то там и то, что касается экономики, они должны отработать где какие-то области, чем мы должны сквести. Нам надо собирать комплект документов, которые заявляют в полноценном предъезжает. Значит, нам еще на прошлой неделе пришла... Если проект надо, давайте их взорвать. Если проект на должность, поздравил всех, да? Из управления ЖКХ пришло письмо, но когда я созвонилась с проектным офисом в ЖСНАМ будет однозначно письмо за прописи губернатора о том, что... Ну, понятно, все автомализировать надо прямо по вот этому поперечку. поздравить. Продолжение следует... Продолжение следует... на 20 мая приглашает Сырдовск тоже с проектом, поэтому я думаю, что мы в 20-м и наш вопрос решить, за вами смотреть. Вот уже ехать нас готовы. В 20-м у нас должно быть готовы. У нас все готовы, так просто технические недочеты, например... Их недочеты, это они устранят. Нам свой комплект надо собрать. Мы должны ехать уже с комплектом документов. То, что касается вот перечень. Ну, перечня и отректилить то, что лейтономическую часть поставить, потом... Давайте, значит, давайте настрелу. Долго не оттягиваемся, настрелу. Садитесь, пожалуйста. Так, у тепловиков вопросы какие-то есть? Олег Ильич, и вот. Так, Сергей, начальник заболевший? Заболевший. Ясно. Чего у вас как-то... Нос? Да. Ну, то, что было, это, собственно... Мы на Пензенской выправили ситуацию, нет пока. На Пензенской закончили пока по времени, хотя бы скидли. Ну, так. На кому-то, Ну, так. И восьмого, и десятого, и одиннадцатого. Значит, надо бегом делать это. Бегом делать ПСГ. Да, сегодня уже, Александр, в районах трассу занимаем. Парфай, помечай себе, бегом делать ПСГ, потому что там не быстро все это. Будем искать средства, значит, зимой двух проблем. Так, вернемся к первому. Как вам? Нормально, не заметил, не аварий, не отключи. Нет. Так, Эдуард, есть какие-то элементы? Нет, работа по плану. Шаги, все проведены у нас по плану. Да, по устройству, сейчас, вы бы, откатить, про чем-то, окажется, то есть, есть, пока, по прямым договорам, правда, не появлялись? Официально с уведомлением, чтобы у нас уведомили, что они уже получили, тогда уж мы уже будут юридические вопросы решить. Хорошо, садись, пожалуйста. Владимир Владимирович, работает по позвоночному июмону, в боксу, в обычном июзе. Хорошо, на ТСВ. Занимаюсь подготовкой центром города к празднику, холма славы, поклонный крест, деревья сажали, цветы сажали, вот у них домов ветеран, на холме славы, также на холмах, и занимаюсь уборкой. С киосками, что у вас, на чем пришли? Я даже не знаю, что сказать, Сергей Александрович, это люди были готовы за эту тему, и это рост, которая была после, значит, почему-то они отказались. Отказались, потому что цена высоковато, кризис все-таки. До этого согласен. Надо рефицировать, значит, оценку. Оценку. Ой, еще раз заходите на эту тему, помогайте с оценкой, должна быть корректная оценка сообразно той ситуации, которую сейчас. Сейчас другая ситуация. Стоят вот эти вот точки, которые должны работать, и не работать. Давайте, вот помогайте, экономите, подключайтесь, то же самое. Добейте мне этот вопрос. Садитесь, пожалуйста. Так, Александр Михайлович, а? Все нормально. улыбается, понятно. У нас платежная дисциплина, говорит, по апрелю, как? Сколько? В апреле, мы просили на 10%, а вот по текущему штабу вступлению, значит, на 2% пока только остается. Ну, молодцы. Значит, надо тоже, вот все, все управляющие компании, Шахтурский, все ресурсники, вы должны то и тонко и ненавязчиво, так сказать, народу объяснять, что совсем никто никому ничего не простит. Долги, значит, нет такого механизма, чтобы там люди не платили за жилье, можно там пенни, допустим, там снять и так далее, но платить надо. Потому что в любом случае потом будут последствия неплатежей. А во-вторых, люди должны понимать, что неплатежи в любой системе, в системе ЖКХ, это штука сверхкритичная. Если это у нее будет система неплатежей, значит, это будет отражаться на качестве представляемых ресурсов. В конце концов, и газ отключат, и воду, и свет, и все остальное. Если за них не платить. Есть монополии, они тоже, все эти ручейки денежные туда стекаются. Так, Игорь. Все в рабочем порядке, пройдет у нас в режиме. Ясно. Что с ремонтами у нас? Ремонт проводится как фондом, как ремонтом. Так у нас последующие. Вот, люди поняли вот эту всю ситуацию с фондом? Как считаешь? Вот вы проводили прицель с Владимиром Генчимом. Владимир Владимирович, ой, Сергей Александрович, главный вопрос был о выплате субсидий. Мы письмо написали, на ингредиент. Но субсидии, это все понятно. Субсидии, это идут по линии субсидий. И вот все нужно. Были звонки. Не то, что вопрос не по начислению, опять же, были вопросы по субсидии. Мы разъяснение дали люди субсидии субсидий. Жалобы и тут продолжаются. За прошлый день порядка десяток вступили. В основном связано с тем, что некоторые граждане в этих домах не в курсе ни по общему собранию, ни по объему, ни по стоимости. Значит, надо вот до конца разнеслить, чтобы не было, потому что там... Поэтому приняли решение на каждом подъезде эту информацию. Все совершенно верно. информируют людей. Так, домостроя, ЦТС, как дела? У вас все в рабочем режиме. У вас таких проблем, да? Хорошо. Так. У вас... У вас с благоустройством два... С фонда детального ремонта дворимого участка. Калина 105, который будет жаловаться как раз в этом проекте. Угу. Должен. Ясно. Хорошо. Так, выкассируемся. Два вопроса нет. Два будет. Так, про фронт. С садиком закончили, нет? Конец по подрядчикам. То есть, уже кремец он получил, мы с ним обговорили. То есть, сегодня последний, вопрос, если порешаем, то все закончится. Ясно. А со стадионом, чем? Со стадионом, значит, я отвез в РЦЦС, значит, с подвесной проектной организации встречался, сегодня должны договор, значит, РЦЦС мне пришлось еще. то есть, суммы, конечно, немножко великовато, сумма, но они учитывают и даже вот это оборудование, которое даватьческое, и с этой суммы они берут сумму РЦЦС, то есть, экспертизу, и сумма получилась за 280 тысяч. То есть, они говорят, может быть, с Акманом поговорить, я не знаю даже, но жгу я сегодня, значит. А у тебя-то есть эта документация? Документация? Они отправили. Есть у тебя документация? У меня документация, да, они привезли. Ну, ты посмотри, где там, задрали. Ты же сам на это собразишь, где там задрали. Где там вот эта вот сумма большая? Нет, сумма как раз 25 миллионов вот как раз даватьческого аккаунта. А это мы будем сейчас смотреть, да, я взял в пенницу весь свой пакет документов. Разберись, где там, что-то на счетах, либо там какие-то работы введены, которые, может быть, не нужны, они не нужны. Давай разберемся. Слушайте, я с вами разговариваю, они должны подъехать там, забрать, это вот, и решили, как-то. Хорошо. Значит, ты давайте углодой занимайтесь вот этой вот. То, что у нас вылезло по пеннице. все, хорошо. Садись, пожалуйста. Так, Игорь Твариевич, есть объявление? Нет. Зарплату раздали, мы все. Занимаемся балансовой готовы. Хорошо. Садись, пожалуйста, пускаем систему. Значит, мы пока не забыли, что касается заплат. Распелатуры разобрались до конца? Да, разобрались. Значит, кадры за это нам разобрались, все там? Да, надо сегодня это перечислить. Если мы не перечислили, еще надо перечислить. Нет, мы перечислили, но там еще до уничтожения есть. Все разобрались, Игорь Борисович, заявку дадим. сегодня все закрыть, я уже. Все было регулярно. Так, ЦЗН как дела? У нас численность безработных на сегодняшний день 750 человек до 790 вакансий. За апрель количество обращений, которые поступили 726. Из них пособие назначено 655 граждан. 50 получили отказ признания безработным, четверо переустроены, сами отозвали 12. Но отказ получили даже доходит до того, что, например, человек подает документы, мы запрашиваем средине на сегодняшний фонд такой. он подтверждает, что это гражданин на самом деле на сегодняшний день работает и не уволен. И тем и ныне все равно документы подарит. Начинаем связываться, звонить, спрашивая, есть люди, которые должны подозревать о том, что они работают. честное слово. Вы понимаете, это вообще просто. Мне кажется, уже там это, больше по линии полиции, что ли. Передавайте туда материал. Обязательно передавать, потому что, ну это вообще, ну или там, например, являетесь студентом дневно-ночного отделения, тоже решил подать, хотя это тоже ну понятно, это обоснованные вещи. А за май уже поступило 123 заявления, 123 человек обратились, но сейчас будем их обрабатывать, потому что ну вот по вчерашний день включительно мы доделывали то, что было апрель накоплено. А заявлено сколько вакансий? 890, это обзвонили прям все лично. Нет, заявлено вакансии, которые вот требуются, требуются. Ну вообще у нас их собрана в 790, да? Это заявлено столько. Вот об этом надо тоже рассказать, что в городе на 700 безработных 800 вакансий. Кому сильно хочется поработать, а не просто вот сидеть получать от государства работы в городе полно. Работы в городе полно. Ждем с распростертыми руками. Не пойму, но об этом надо рассказывать. Что вот кому там хочется там семью кормить и так далее, вон вперед с песней. Может быть не такие большие зарплаты, но они есть. И работы есть. Садись, пожалуйста. Так, Надежда Владимировна, что у вас? Так, вы выплаты пенсий, задержек нет. Почта доставляет по графику. Кредитные по 13 мая профинансированы, и завтра будет профинансирована выплата по 21 число. По 5 тысячам принято 2 114 заявлений, 1535 рассмотрены, 47 уже как бы проанализировано, можно вынести решение, ну, 279 отказных. По остальным работаем. И в этот указ, вот по которому производили выплату 5 тысяч, значит, 11 мая президент подписал указ вчера «Обнесение изменений», в соответствии с которым детям, находящимся в возрасте от 3 до 16 лет в период с 11 мая по 30 июня будет единовременно выплачено 10 тысяч. Обратиться можно до 1 октября. Вот, пока мы, поскольку работаем в закрытом режиме, предварительную запись осуществляем, ну и возможность будет через партнер, когда землян. Здесь уже вот право на 10 тысяч к материнскому капиталу не привязано. Просто есть ребенок на 10 тысяч. Да, и вот с 11 мая до 30 июня, 3 и до 16. Понятно, ну, слышали все, поговорим сейчас еще. Хорошо, представьте. Да, на ПЦ. Мы работаем в предварительной запись по нормальным носкам. Поправляемся. Нарок будет полно, конечно, что все, хотя бы 10 тысяч тоже получились. Разговариваем. Сколько Афон у вас? У нас сейчас работает 10 только. Есть необходимость увеличить? Ну, нет, просто если мы, ну, как с незаписи работаем, если мы увеличить, я просто опапываю. Мы сейчас содержим немножечко. И так очень много в рецепт, потому что очень много народу, мы как-то стараемся на полтора метра расставить. Идем, наверное, на следующую неделю тоже, наверное, будет, что ли? Ну, подождем решение часа от губернатора. Идем, какой-то порядок будет выход. Хорошо, присаживайся. Так, ритуал, работаете? Да, работаю. Вы там как, стройными, тесными рядами, или как? Вы там, руководите процессом? Я не буду называть район, я вот приводил все время там с полтороны и дальше коронавирусную больницу как и пошли. Вот привезли вчера-то, вчера, говорили бабушу 38-го, 39-го года. Вот, ну, и прямо оттуда и... Нет, там есть порядок, ознакомьтесь. Да, да, все, и соблюдайте. Я говорю, что и вот те, кто там прощается и так далее, родные, близкие, даже их тоже надо в общем-то просить и требовать соблюдать порядок. Требуем, но все равно людей не убедаешь. Не всех. Ну, понятно. На то вы и руководители, чтобы уметь убедить. Прежде всего, не запугать, а убедить. Садись, пожалуйста. Значит, все вчера прослушали, наверное, да, если не прослушали, кто президент, в своем выступлении президента, надо прослушать или прочесть. поставлена задача по выходу из режима самоизоляции, из карантинных мероприятий. При этом механизм сроки отрасли и так далее определяются на региональном уровне. Поэтому мы ждем решений губернатора по конкретике, как это будет реализовываться у нас. тем не менее, что мы, значит, это будет процесс, это будет не единомоментно и непростой процесс. Поэтому мы делаем следующим образом. Вот еженедельно у нас будет следующий алгоритм. Во-первых, сразу после планевки мы будем уходить, так сказать, ко мне или, если там какие-то накладки, то, значит, планерей к себе забирать и будет проводить штаб по подготовке к зиме. Точно сегодня будем по-английски и начинаем разговаривать. Там есть какие-то какие-то новости будем заниматься. Это системно вплоть до запуска тепла в следующий период. Это понедельник. Кроме того, по четвергам насначили в этом основании. Это должно быть системно. Мы проводим две рабочие группы. Первая рабочая группа будет заниматься экономикой, запуском экономики и бизнеса. Готовит Шабаха это отдел экономики эти вопросы. Вникните во все меры поддержки, во все решения касаемо этой сферы. Налазьте мониторинг, как это все у нас происходит. Тесно работайте с центром занятий. Нужна фактическая картина то, какими мерами воспользовался, сколько человек реально беззвездных, сколько человек трудоустроено и так далее. Это задача номер один. Чтобы бизнес не закрывался, чтобы люди знали вот эти новации, которые в частности вчера президент озвучил, много по мерам поддержки. это динамичная такая работа, чтобы мы этот город не потеряли в плане экономики. А вторая рабочая группа в социальной сфере. Это то, что будет заниматься мало и Можаева с Борисом. То же самое. Все вот эти вещи связанные с мерами поддержки населения, выплатами, байками, запуском системы образования, детсадами, соцподдержкой, все туда, все там выплатами какие там положены. У нас там на доме ветеранов тоже сейчас вчера президент озвучил. Все с этим разбираемся. По каждой позиции информация исполнения доплаты решения. То, что от нас нужно. Владимир Евгеньевич, вы занимаетесь сами на своем уровне вопросами, связанными со стройкой, то, что у нас запланировано, с проектированием, то, что еще нужно допроектировать, с торгами, то, что недоторговано. И сейчас отдельно, прямо в ручном режиме, ежедневно надо запустить общественный транспорт. Нормальный режим. То же самое. Они пока свернулись, чуть-чуть начинает открываться, но нам надо, чтобы это все сносинхронно запуском экономить. Вот таким вот образом работаем. И значит, отдельно нужно поручить Николаев, пускай, сделает, может быть, с Потапом, планчик мероприятий на весенне-летний, осенний период по благоустройству. не то, что там подмести, погребсти и так далее, а именно наметить места, те, которые мы могли отработать. Вот как я приводил пример, значит, где-то там свалки эти поубирать, пошвырять, где какая-то системная работа. В том числе и имеем в виду, вот как докладывали, есть клочки земли, которые, так сказать, бескозные, неухоженные, некрасивые, которые, может быть, надо попробовать там это пристроить бизнес, там рядом есть расположенный бизнес, возможно, их это интересует, и они бы там и сами разбились, и мы бы там какой-какий вопрос бы решали. В том числе, конечно, и снос этих всех строений и так далее, и так далее. Давайте этот планчик наметим, посмотрим, какие ресурсы нам нужны, чем располагаем, пофантазируем, может быть, когда задача возникает, мы ее, как правило, находим, как решить. Так, значит, что сейчас у нас по пайкам? Сначала по соцзащитам. Участникам войны всем вручены были 35 дополнительных, которые получают детские посуды, вручены пайки, 519, что привезли, 109 выучено. Оповещены ждем. Есть проблемы какие-то с вручением, помощь нам какая-то? Пока нет, Александр Ильич, если что, то обращусь. Значит, ну, имеем в виду, что нам еще сейчас подошли. Сейчас ждем два, кого сейчас выходили. Имеем в виду, что еще подошлют и 65, еще 745. Да, да, да. Так, анкета сколько у нас? 9, сегодня, сегодня 9 анкет. Не рассмотрим. Нет. Давайте два часа садить. Два часа. Садитесь, пожалуйста. Наши пайки в детсадах. 32 пайка было дошкольных, образовательного организации 5 детсадов в какой-либо. В общем, 8-му к нам сдавали, 28 осталось за 3-й год. А всего сколько мы? 132. 132. То есть не дошли, что ли, еще? Ну, где-то куда-то отъехал, на даче и так далее. Деремия. То есть все выучено? Все выучено. Хорошо, понял. Так, по лучью как у нас дела? Он выезжает на луч, работает. Они занимаются и системой снабжения, и покраской, подмазкой. В общем, заработают там. Вы на какой срок с вами ориентируемся? Я думаю, что на конец июня, не раньше. Нет, это как бы там фактическое, да? А вот с точки зрения готовности строительства и всего остального? Ну, начало июня. Давайте где-то себе поставим срок контроля 5 июня, значит, и где-то на этот срок выискар и внизу и посмотрим, что как. Если что, докладывайте. Если что, докладывайте. Ну, так. Значит, там есть постановление по бешенству. По бешенству есть постановление, значит, приемки. Надо разобраться. С ним надо отработать. То ли там на спейке, то ли на челюсти, но где-то его надо рассмотреть. Вы посмотрите, куда это ближе. И сегодня там это мероприятие надо провести. Там план есть ликвидации, так сказать. Ничего там сверхъестественного нет, но отработать по нему надо. Не того, что, тогда и как. рано или поздно нам открываться надо будет с точки зрения запуска. Поэтому в части, касающейся муниципальных учреждений, в части, касающейся муниципальных учреждений, руководители должны знать вот эти методические рекомендации по линии Роспотребнадзора, по подготовке учреждений и их отрабатывать. В частности, в первую очередь, это надо, наверное, мы думаем, что в ближайшее время откроем стадион, чтобы люди занимались там, соответственно, стадион должен быть подготовлен. Ну и, наверное, парк. Поэтому директор парка пусть с арендаторами отрабатывает, что там социальная дистанция, там и обработка и все остальное. То есть он должен работать, но в режиме соблюдения мер санитарной безопасности. Ну и, наверное, дворцы культуры, об этом должны потихоньку задумываться, хотя это подальше, будет. Тем не менее, вот такая история должна быть у нас в плане. Ну и планчик мероприятий, у нас вот этих публичных мероприятий, он есть, который там, май, июль, июль, то, что там, это самое, какая ситуация к этому, но мы должны какие-то комитеты проводить 12 июня тоже, тоже, день защиты детей, день пограничника, но если к этому моменту будет позволено, мы что-то проведем. Организационный момент надо подумать. там у нас вот где-то в мае день там на велосипеде, какого числа? 19. 19. 15? 15? Это у нас вот пятница. Пятница, да? Да, пятница, да. Все, поняли, да? Все готовы на велосипеде сюда. Кто не умеет, того, значит, умеющий коллегой везет на раме. Так что давайте выходите с самоизоляцией приобщаться к здоровому обществу. Так, значит, потом Ирина Александровна, которая часовская, музеем доложить мне ситуацию. Что там с выделенными деньгами и так далее. Доложит идея. по переселению из ветхогоарейного жилья. Я понимаю, что есть технические сложности со сбором информации, тем не менее, значит, надо активизировать, поскольку у нас уплотняется, да, там, минус два года, да? Да, мы все подготовили, предложение отправили, поэтому года 38 квартир, которые мы приобрели, мы уже их... за этот год я не сомневаюсь, я вот то, что говорю, что вместо четырех лет мы должны отработать за два, вот этот момент он немножко напрягает. Проекция тоже отправили. Но мы пока что-то до конца же не можем отправиться. Нет, можно, это план сапланировать. Понятно, значит, садись, Павел, Лавенедич, Павел, дай мне он сказал, резервную площадку нам надо иметь в виду быстро, сейчас давайте определимся с резервной площадкой, не просто пальцем кнули, а так, чтобы мы и все эти бюрократии там, там же вот столько бюрократии для того, чтобы резервную площадку, потому что того, что строят, там, допустим, Кириллов, другие строители, может нам не хватить, чтобы мы уложили за два года. А в принципе это хорошо, что за два года мы вместо четырех лет два будем расселять сегодня, чтобы люди быстрее квартиры получат. Но возможно, что нужно будет еще один быстрый выполнительный дом и отсажать. Площадочку надо на месте. давайте предлагаем тоже на этой неделе по готовности заходите пообсуждать. Безруковые там новации есть, в 44-м законе. Читала, да, там вот по иностранной продукции, там ограничение какой-то... Каждые три дня как-то с новым значит, я попрошу и требую, чтобы вот эти все новации, которые сейчас косяком идут, во-первых, вы сами были в курсе, во-вторых, нашим всем доводить и доводить так, чтобы не напарываться. Там есть очень серьезные вещи, когда, допустим, есть группы товаров, продукции, которые не должны закупаться, то есть должны... Есть ограничения, это производится в России, в евразийском, странах, ЕС и так далее. Это не должно закупаться дальнего зарубежья. А это все прописано в документации. Нет, но все изменения в слое с нас в этот же день, ограничения они были, то есть сейчас новая мотивация, новое постановление отставят именно. Значит, у своих специалистов, у кого, кто что закупает, а мы, может, и закупали 99% нашего, но в документации, если это не будет отражено, это будет пожарить. Правильно я говорю? Это будет наказание. Если не отражено в документации, не будут выставлены требования. Или наказание, либо жалоба. Поэтому давай занимайся методической работой, чтобы все все знали и понимали. Мы всегда указываем, у нас могут эти запросы. Но вот зато с вас это опять прилетело, да? С вас это опять прилетело, очередные разборки, да? Садись, пожалуйста. Значит, учитывая, что вроде как ослабления такие есть по режиму и так далее, тем не менее больные есть. И больные не только те, которые больные, но и те, которые вы, они вроде как не больные, но, видимо, все-таки больные. Поэтому в жилом секторе, многоквартирном жилье обработки продолжить, в жилом секторе, многоквартирном жилье обработки продолжить. А там, где очаги, значит, Александр Станинский, там, где очаги, вы все-таки доводите до управляек, чтобы там обработки обязательно в любом случае были. Это за разу никуда не делать. то же самое касается и массово присутствующих мест, включая здание администрации. В целом, что хотел, все сказал, работы предстоит много. Мы фактически сейчас входим в тот режим, который отлично и, собственно, весной и предполагается, когда начинаются стройки, масса, так сказать, взятия отверстий, мероприятий и так далее. Мы сейчас будем ходить все равно с каким-то элементом ограничений. тем более осложняется тем, что там и экономика подгулась, сейчас и занятости, и социальных моментов столько новаций. Поэтому давайте вот в этом ключе сейчас от нас очень много зависит. От нас очень много зависит. И еще раз обращаю внимание, все вот эти вещи, которые сейчас вчера озвучил президент, у людей возникают вопросы, какие документы, а, чего, это надо на всех уровнях доходчиво раздавать. Через нашу пресс-службу, через свои сайты, через информирование, не знаю, хоть на подъездах клеить. То есть любая информация, чем больше информации, тем больше людей будут знать. Как-то где-то кто-то на что-то среагирует, зацепит. Поэтому все наши движения, все наши движения должны сопровождаться доходчивым, активным и своевременным информированием граждан по содержательной части. Для этого там есть у нас работает прислужба, но она в обычном движении, там работает, 5 новостей в день. Если новостей будет 25, пусть 25, людям надо доводить, плюс через соцсети. Соцсети более даже эффективный механизм информирования. Сейчас какие-то документы пойдут с губернаторского уровня, поскольку делегировано губернским властям проводить процессом выхода экономики, снятия ограничительных мер. Вот эти все моменты давайте иметь в виду. И здесь решение какое-то принимается, исполняется, но сразу мысль у любого исполнителя, стоит ли об этом проинформировать людей? Да, люди должны об этом знать. Подготовили доходчивую нормальную информацию и добились того, что она оперативно размещена везде максимально, где это можно. Даже где люди слушают Путина губернатора, все равно они в конечном итоге ждут комментария с нашего местного уровня, какого-то дошлифовать, дорассказать, доразъяснить, как на местном уровне это будет реализовываться. Тем более, когда идет такой вау дополнительной информации, вводных всяких решений. Вчера президент с полчаса говорил только, в момент перечислял, и в экономике, в социальной сфере, и где-то что-то не затронут. Это все сейчас пойдет, это все люди поймают на ухо, и им важно получить, кому там пять, кому десять, кому сколько там тысяч, и так далее. Все должно быть разъяснено. Понятно, что это где-то там дополнительная нагрузка, и на сон защиту большая нагрузка, и так далее. Но деваться некуда, мы впрягли, значит, надо выполнять. Надо выполнять. У кого какие вопросы объявили? Нет вопросов? Все. Пожалуйста.